Проверенная база новостроек «Новострой-М» в соавторстве с магазином готовых ремонтов «Светелки» представляют дневник строителя. Здравствуйте, я Дмитрий Куркович, это обзор новостройки. Сегодня мы смотрим глазами строителя квартиру в жилом комплексе «Абквартал Скандинавский». Застройщик ФСК «Лидер». Тут главное этот жилой комплекс не перепутать с его тезкой. Жилым комплексом «Скандинавия» от А101, который находится в противоположной стороне от центра Москвы. На скандинавском бульваре это коммунарка юг. Наш «Абквартал Скандинавский» расположен от центра Москвы на севере, в трех километрах от МКАД по Осташковскому шоссе. Как добраться? Наш ЖК расположен практически в чистом поле. Рядом у нас Осташковское шоссе, деревня с популярным названием Бородино и еще одноименное садовое товарищество. Городской застройки рядом? Нет. То есть жилой комплекс стоит таким оазисом среди полей, лесов и дачных домиков. До большого леса по прямой где-то полкилометра. То есть любителям природы расположение должно понравиться. Застройщик указывает на сайте, что до метро Медведково 15 минут на транспорте. Тут еще надо учитывать, что по утрам Осташковское шоссе часто стоит на въезде в Москву. Поэтому в часы пик в 15 минут можно и не уложиться. Хотя вообще до МКАД отсюда относительно недалеко. Всего три километра. До метро Медведково около пяти. Места для шоппинга и отвлечений здесь тоже относительно рядом. И на МКАДе и чуть подальше в Мытищах в радиусе максимум пяти километров расположено сразу несколько крупных торговых центров. То есть с тем, где потратить время и деньги проблем не будет. Вопрос будет в другом. Куда водить детей, если вокруг одни поля и деревни? С одной стороны застройщик на территории нам обещает собственную школу и детский сад. То есть вроде бы все должно быть в порядке. Но есть одно но. По плану у нас школа с детским садом расположена вот здесь. А теперь смотрим на сайте застройщика видеоскоптера, который нам демонстрирует ход строительства. И видим, что корпуса уже готовы, а школу с детским садом еще даже не начинали строить. Они есть только на плане. И то даже на плане они показаны схематично в виде коробки, в отличие от домов, которые прорисованы очень подробно. Надо сказать, что логика в таком подходе, как у застройщика, есть. Пока дома не заселены, ходить в школу будет просто некому. Но первые квартиры уже вовсю заселяются, а школу с детским садом даже не начали строить. И очевидно, что первые, кто заселился, будут мучиться и возить детей в школу или детский сад куда-нибудь за тренивить земель, пока комплекс не отстроится и не обрастет своей собственной инфраструктурой. Архитектура. ФСК-лидер, по всей видимости, решил следовать новым трендам в комфорт-классе. Теперь его комплексы – это не просто новостройки, это творение именитых архитектурных мастерских. Архитектуру этого комплекса создавали шведы. Ну, понятно, квартал-то скандинавский. И, видимо, без шведских архитекторов скандинавский квартал скандинавским бы не был. Этажность у нас переменная, застройщик нам обещает от 8 до 16 этажей. Территория огорожена, и у здешнего забора такой очень узнаваемый стиль, хорошо нам знакомый по-другим ЖК от этого застройщика. Дворы благоустроены, и тут видно участие дизайнеров. Получилось довольно стильно, но в целом размеры наполнения воображения, ну, прям, скажем, не поражают. Фасады комбинированные. Подъезды на уровне земли, тут все как у взрослых. Заходим в подъезд. Холл внизу сделан в формате просто недорого, но стильно. Мне сложно оценивать, насколько дизайн получился удачный, но, по крайней мере, видно, что архитекторы здесь побывали. Лифт Otis, он весь зашип панелями на время массовых ремонтов, поэтому кабины сейчас почти не видно. В холле на этаже у нас на стенах добавлены скандинавские мотивы в виде лосей, лодок дракаров, корон, ну, и надписи Швеция, чтобы никто случайно не перебутал, о чем здесь вообще идет речь. Но выглядит в целом тоже неплохо. Что лично мне режет глаз, это подвесной потолок типа Армстронг. Мне он здесь кажется чужеродным элементом среди шведских мотивов. Но вообще, шведским архитекторам, как авторам этого творения, конечно, виднее. Двери в квартирах стоят металлические, но они, к сожалению, под замену. Вряд ли кто-то из жильцов решит эту дверь оставить. Заходим в квартиру. Монолитный каркас, стены из газоблоков. Вполне узнаваемый стиль по другим проектам от ФСК Лидер. Высота потолков тут больше 2,80, почти 2,82, что по современным меркам уже довольно неплохо. Тот же ФСК в новых корпусах некоторых своих ЖК уже опустил высоту ниже 2,80. Внутренних перегородок нет совсем никаких. Это тоже фирменный почерк ФСК Лидер. Сантехнические вентиляционные стояки стоят прямо посреди квартиры. Вокруг них тоже придется возводить перегородки, что тоже скажется на стоимости ремонта. Мы проверили ровность стен. В этой квартире стены оказались в пределах допустимых отклонений. Примыкание плоскостей монолитой кладки, где часто бывают большие перепады из-за того, что бетонный пилон толще, чем стена из блоков, здесь тоже сделано ровно. Электрический кабель заведен в квартиру. Временный щиток висит рядом с входной дверью. Внутренней электрической разводки в квартире нет. Проверяем тестовый режим автоматов. Автомат срабатывает, значит питание к нему подведено. И еще наличие розеток во временном щитке это тоже плюс, хоть и мелочь. Потому что можно пользоваться электроэнергией сразу же после выдачи ключей. Не надо разбирать щиток, чтобы к нему подключиться, что для людей, не обладающих нужной квалификацией, ну просто опасно. Проверяем вентиляцию. Тяга есть, но очень слабая. Это может быть из-за жаркой погоды и высокого этажа. Водоснабжение. Гибкие трубы приходят в квартиру по полу от входной двери. Ага, дальше нас ждет вот такой вот подарок, не похожий на большинство проектов от этого застройщика. Трубы обрываются, не доходя до зоны стояков. Раньше ФСК лидер себе такого не позволял и доводил даже гибкую трубу до зоны стояков, что логично и достойно всяческого уважения. Теперь где-то в полу придется делать соединение труб. Из-за того, что водопроводчики сэкономили 2 метра трубы стоимостью 300 рублей. Но зато есть и приятные новости. У нас все еще присутствует отдельный стояк горячей воды и возможность подключения водяного полотенцесушителя. Вот здесь все сделано удобно. Отопление. Здесь горизонтальная разводка отопления. Стояков в квартире видно не будет и вполне приличные радиаторы. Разводка, правда, не лучевая. В полу у нас будут соединения, но лучевой разводкой в последнее время нас практически никто из застройщиков не балует. Это давно я уже нигде не видел. А вот эти странные отопительные приборы, торчащие посреди квартиры, это радиаторы в санузлах. Потому что квартира у нас торцевая и по нормам в этом случае в санузле должен быть радиатор. Я полагаю, что многие жильцы захотят их убрать. В этом случае я рекомендую делать это через управляющую компанию, чтобы в случае чего вас не обвинили в самовольном вмешательстве во внутренние инженерные системы дома, к которым относятся ваше отопление. Делать это самостоятельно не стоит, даже если специалист в УК вам устно скажет «Да срезайте, ради бога, нам-то что!» В случае чего отвечать не ему, а вам. В квартире есть небольшая лоджия. Она холодная, но с плотно закрывающимися окнами. Остекление здесь не панорамное, нижняя часть у нас закрыто глухими темными панелями. Еще в этом ЖК на минус первом этаже есть кладовки. Если раньше народ любил заваливать всяким хламом лоджии, то теперь хлам должен перекочевать в кладовку, что гораздо удобнее и логичнее. А от лоджий некоторые застройщики стали вообще отказываться. Например, пик в некоторых своих новых проектах. Резюме. С точки зрения строительства проект почти везде оставил позитивные впечатления. Кроме разве что экономии на трубах, не доведенных до зоны стояков. Ну, по большому счету это мелочь. В остальном каких-то особых проблем с будущим ремонтом мы здесь не видим. Все сделано довольно аккуратно и грамотно. Это Дмитрий Куркович, обзор новостройки, специально для канала «Новострой-М».